Задвижку открываем, подачу и циркуляция пошла. Вот так за три секунды для дома на улице Республики стартовал отопительный сезон. Сантехник Александр Тимофеев проверяет температуру воды и давление. Сессии многоквартирников он запускает с утра, но в течение дня еще не раз будет контролировать параметры. Надо только жильцам смотреть за батареями и стравливать. Если где-то холодные батареи, значит надо вызвать, управляющую компанию позвонить. И придет сантехник, протравит воздух. На старте сезона проблемнее всего запускать дома, где нижняя разводка. В них теплоноситель поступает снизу вверх и весь воздух скапливается на пятых этажах. Ловить его придется в квартирах. Там, где горячая вода подается сверху, достаточно стравить воздух в подвале. При запуске отопления в вашем доме батареи согреваются не сразу. Поэтому первый признак того, что у вас скоро потеплеет, это падение температуры горячей воды на 1-2 часа. Телефоны в диспетчерской обрываются всю последнюю неделю. Жильцы интересуются, когда дадут отопление. После выхода приказа здесь ожидают шквал звонков. Мы будем принимать звонки часов с 3-4 уже на стравливание воздуха. Система отопления. А так как бы пока не было. Только еще информацию ждут, что будет ли конкретно сегодня запуск. Пока всем говорят, что отопление будет. Но информация меняется чуть не каждые полчаса. Из-за большого количества подключаемых домов давление в системе скачет и слабые места не выдерживают. Тепловики ремонтируют очередной порыв на улице 50 лет в ЛКСМ. Для домов в округе тепло задержится минимум на один день. Примерно запуск будет осуществляться где-то в течение пяти дней всего города. И потом порядка двух недель где-то потребуется на наладку режима. Тепловики работают сообща с управляющими компаниями. Но они решают проблемы целых районов и отдельных домов. Если вопросы по отоплению возникли у конкретного собственника, советую задавать их по телефону. В городе открыта горячая линия по теплоснабжению. Александр Гришаков, Дмитрий Бурматов. Тюменское время.